Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос эксперту» в студии Ирина Петрова. Ирина Петрова – старший помощник прокурора Республики Татарстан по правовому обеспечению. Что делать и куда обращаться в случае побоев со стороны близкого человека? Какое наказание несет человек, нанесший побои? Если потерпевшему нанесены побои – это три и более удара, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие кратковременного расстройства здоровья сроком не более шести дней, ответственность за данные действия будет наступать в соответствии со статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данная статья влечет за собой наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток или обязательной работы от 60 до 120 часов. Правом составления протокола рассмотрения дел об административных правонарушениях по вышеуказанной статье обладают должностные лица органов внутренних дел. Значит, потерпевшему необходимо обратиться в территориальный отдел полиции с заявлением о привлечении виновного к административной ответственности по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым за аналогичное деяние административному наказанию, влечет уже уголовную ответственность по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок до 3 месяцев. Дела по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации являются делами частного обвинения, которое возбуждается не иначе, как по заявлению потерпевшего. Потерпевшему необходимо написать заявление, приложив к нему все необходимые материалы, подтверждающие факт совершения преступления. Результаты медицинского освидетельствования, данные лиц, которые могут выступить свидетелями в судебном заседании. С вышеуказанным заявлением необходимо обратиться к мировому судьи. В случае систематического нанесения побоев, это три и более раза факта нанесения побоев, с разрывом во времени действие виновного лица квалифицируется по статье 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть истязания, которое наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если в результате нанесения ударов потерпевшему будет причинен легкий, средний или тяжкий вред здоровью, то такие действия будут квалифицированы уже по статьям 115, 112 или 111 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно. Причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 4 месяцев. Причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается арестом на срок до 6 месяцев, либо ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.